Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и сегодня у меня просто такие руки зачесались попробовать Франкенштанка непосредственно в таком режиме боев как Возрождение. Почему так? Потому что один из подписчиков написал в комментариях, что якобы на Франкенштанке, на его топовом орудии, я просто говорил о том, что мне нравится больше базовое орудие, исходя из того, что оно позволяет чаще стрелять, да, пускай с меньшей альфой, но все-таки чаще. Таким образом, поскольку живучесть танка по времени в бою, она от орудия не меняется, соответственно, за то время, сколько вам отведено прожить в бою, вы можете больше напасать урона именно пушкой с более частой перезарядкой. Но это мое скромное субъективное мнение. Короче говоря, мне в ответ написали по поводу того, что на конкретно бревне, то есть на вот этом топовом... Да не крутистый, господи. Короче говоря, на бревне, да, то есть на топовом орудии, довольно прикольно фармить свободку в Возрождении. Я решил попробовать. Мне действительно стало интересно, тем более, что свободка мне нужна. В ближайшее время, ребят, у нас появится новая ветка. А... Не понял я. Че это я сделал только что? Ну ладно. Короче говоря, в ближайшее время у нас в игре должна появиться новая веточка ПТ-шек. И мне почему-то кажется, что без свободки там не обойтись. Очень хочется побыстрее ее открыть. Смотрел обзорчик на нее. Презентовали ее на вчерашнем стриме, касающемся, в первую очередь, Хэллоуина, но затронули и эту тему. Короче говоря, мне захотелось данные ПТ-шки себе, соответственно, выкачать. Ну а с учетом того, что без свободки быстро выкачать не получится... Так, что-то, короче говоря, я много разговариваю и мало дела делаю. Короче говоря, свободка нужна, решил попробовать. И мне интересно, честно говоря, чем это дело закончится. Я попробую обязательно потом на базовом орудии еще заехать в подобный бой и посмотреть, будет ли какая-то разница. Так, ну вот, начинается вот процесс долгого КД и мне, честно говоря, это не очень сильно нравится. Потому что, вот, сколько ты не крутишься, сколько ты не ездишь, а ты все равно находишься еще на перезарядке. Короче, лично для меня это существенный такой вот дискомфорт игры на данной машине. Мне такая машина не очень сильно нравится в таком ее виде, потому что перезаряжаться по 16 секунд, как бы, ну, блин, вообще не вариант. Не знаю, честно говоря. Но очень-очень большого любителя, я бы сказал, данный процесс. Так, кромбель бетом, блин, танцует, но, слава богу, вынесли. Вообще, честно, мне как-то вот не нравится возрождение, в принципе, как режим, потому что вот эта вот бешеная вакханалия, которая происходит. Ну, не знаю, как-то вот, ребят, просто, просто не на меня бой. Мне больше нравится понимать, что происходит, чем не понимать абсолютно, там, где ты находишься, что ты делаешь, чего от тебя требуется. Плюс к тому, Франкенштанг, честно говоря, ну, не совсем та машина, на которой в данных режимах можно нормально отыгрывать. Дело в том, что он настолько неподвижный, вот именно для этих режимов. В обычных боях, пожалуйста, катись себе медленно. Броня у тебя какая-никакая есть, то есть можно отыгрывать, можно танковать. Ну, блин, честно говоря, вот для таких боев он прям совсем неповоротливый, совсем унылый. Ну, не знаю, мне, короче говоря, не нравится прям совсем-совсем. Так. Вот на другом орудии я бы уже давно перезарядился и что-то бы попытался сделать. А на этом, блин, как-то прям совсем не получается. Так, что тут у нас? Ну, давай, быстрее запускай. Хочется поехать. Что-то начать делать. М-м-м, да. Что-то, короче, как-то не знаю, не нравится мне. Вроде бы и проверить хотел, и в то же время как-то и не понимаю, честно говоря, прикола. Ну, не знаю, может просто по результатам в итоге я получу там прям какую-то нормальную цифру в отношении свободного опыта. Если так, то окей, можно, в принципе, и потерпеть. Но все равно мне, блин, ну, не нравится перезаряжаться, блин, по полгода. Не знаю, короче, еле тягаться по карте, чтобы все тебя объезжали, разбирали. Как-то вот вообще не весело, честно. Так. Ну, вот, в принципе, я так понимаю, что и все. Сейчас досматриваем бой. Как я понимаю, слава богу, смотреть недолго. Ну, и закинусь обязательно еще на одну каточку на базовом орудии. Мне кажется, что все-таки базовое орудие должно показать себя в режиме возрождения немножечко получше. Ну, лично мое какое-то такое ощущение и предположение. Не знаю, насколько я буду прав, не прав. Давайте теперь будем смотреть, что получилось за данный бой. Да при том, что данное орудие, которое, ну, является топовым, у него хуже сведение, хуже точность. Ну, короче говоря, все хуже. Значит, за 2590 единиц нанесенного урона, как бы практически ни о чем. Что мы получаем по свободному опыту? Ну, и плюс еще, учитывая то, что мы проиграли. Как бы не знаю, да, там, как что считать. Ну, блин, не знаю, ребят, 58 единиц свободки. Может, я что-то неправильно понимаю, но окей, хорошо, 58 единиц свободного опыта. Вау, поднял себе свободки прям вот вообще. Не знаю, может, из-за того, что в минус вышел. Ну, блин, как-то не знаю, а бустер у меня вообще. У меня даже бустер включен, это с учетом бустера. Не знаю, ребят, что-то я, короче, немного не понимаю математику. Ну, окей, хорошо. Ставим себе. Берем голду на всякий случай. Не часто пользуюсь ею. Дело в том, что голда существенно уменьшает фарм серебрухи, которую вы пытаетесь получить в боях. Ну что, поехали еще раз попробуем. Попробуем сейчас на орудии с более быстрым КД. Я не знаю, честно говоря, сколько я там урона смогу накидать. Вообще, если сейчас будет победный бой, то вообще будет какое-то, ну, не совсем правильное сравнение. Потому что тот бой-то я проиграл. Ну, не я один, но я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Не знаю, ребят, честно говоря, если вот так вот фармить свободку по 58 единиц, ну, далеко, честно говоря, не уедешь. Так, ну, как я говорил, что вот по поводу поворотливости данной машины, машина явно не для этих режимов. В режиме возрождения, как мне кажется, поправьте меня, кто считает, что я не прав. Ну, либо поддержите меня, если считаете, что я прав, и вы со мной согласны. Вообще, для режима возрождения, для вот таких вот боев, которые, как я говорю, исключительно вакханалия происходящее на карте, то для таких боев необходима машина максимально подвижная. То есть, чтобы максимально быстро мог передвигаться по карте, заезжать куда-то сбоку, да, то есть, сеять какую-то панику и хаос. Если без этого играть, ну, как бы, то есть, веселухи практически никакой не будет. Так, бро, прости, мне придется тебя задавить исключительно авторитетом. Отбери башку. Ну, вот на предыдущем орудии, ребят, согласитесь, добрать вот так вот танчик у вас бы не получилось. То есть, вы бы еще находились на перезарядке, ну, и, соответственно, ваша результативность в отношении, там, сделанного фрага, она сразу бы куда-то улетучилась. Ну, и вот, допустим, сейчас, да, там, добрали до меня, но я уверен, что если бы не добрали, то я бы точно сейчас добрал этого товарища и не находился бы на перезарядке. Короче, ребят, не знаю, кому как, но вот все равно я продолжаю утверждать и настаивать на том, что на данном орудии, на Франкенштанке с перезарядкой в 10,5 секунд играть куда комфортнее, куда приятнее, чем на других орудиях, ну, на другом орудии. Сейчас вообще не понял, что это было. Ну, ладно. Кстати, в Возрождении, ребят, как прикольно косить себе урон, да, то есть, как набивать. Главное вам добраться до базы ваших противников. Когда они на базе вот здесь будут появляться, вот, пожалуйста, только успел появиться, и на тебе уже могу отбрасывать. Ну, правда, этот товарищ спящий. Но в любом случае, вот так вот доехав до базы, вы можете вполне спокойно набивать себе урончик. Так, ну что, давай, Возрождайся. Поехали. Главное сейчас перепрыгнуть на базу туда, к соперникам. Ну, и принимать их, как только они возрождаются. Бляха-муха, но с такой скоростью движения я буду долго туда ехать. Ну, прям вот совсем-совсем долго. Давай-давай-давай. Короче говоря, вот, ну, у Франкенштанка его минус Возрождение, вы сами видите, в очередной раз подтверждается, что минусом данной машины Возрождение является то, что пока вы доедете до места, где находятся враги, если их поджали к собственному респу, да, ну, вам просто не в кого будет отбрасывать. Поэтому, ребят, ну, будьте к этому готовы, что бой может состояться и без вас. Никто там особо ждать вас не будет, пока вы доедете. Ну, вот сейчас я успеваю кинуть шот только лишь по той причине, что пушка более быстро перезаряжается. А так, в целом, ребят, я думаю, что на предыдущем орудии все-таки я бы себе не мог этого позволить, как и сейчас уже успеть кинуть шот. Так, смотрим. Кто-то здесь сейчас должен появиться на базе. Вот он появился, откидываем по нему. Ну, урончик, да, урончик, конечно, со всеми вот этими плюшками, которые вы добираете в процессе, когда вас там убивают, он поднимается довольно существенно. И на фрэнке седьмого уровня нанорастить по 800 с копейками единиц урона, да, действительно, это просто-таки, ну, кайф неимоверный. Итак, 4216. 4216. И давайте посмотрим на результат по свободке. 1071. 1071. Давайте сейчас запрыгнем, я поменяю еще раз орудие. Попытаюсь, вот приложу максимум серьезных усилий к тому, чтобы победить. Не знаю, получится или нет. Вернусь назад на пушку, которая является топовой для данной машины. И попытаюсь на топовой пушке отыграть. Голду я беру. Мне, кстати, там в комментариях писали по поводу того, что я не понимаю всей прелести и радости топового орудия. Потому что вот если ты играешь на топовом орудии и используешь голду, то ты прям, ну, всех пробиваешь и выше урон становится. И пробитие поднимается, само собой. И, ребят, я с этим абсолютно не спорю. И в ответе на данный коммент я написал свое мнение по поводу того, что с таким расчетом можно взять абсолютно любую машину в этой игре. Играть исключительно на голде. И понятное дело, что машина будет играться совсем по-другому. Вы будете всех пробивать, вы будете наносить урон. Ваши фугасы, если голда, это фугасные, ну, фугасы голдовые, то ваши фугасы лучше будут заходить с большим уроном соперников. Это все понятно. Но здесь необходимо еще понимать, что вы можете сыграть так бой, два, три, четыре боя, если вы играете их сугубо ради удовольствия и не более того. А вот если вы будете играть так постоянно, то ваша серебряная копилка, она просто разобьется о реалии рандома. И в итоге получится так, что, ну, вы просто на своей машине будете играть в такой минус, что вместо того, чтобы ходить и забрасывать деньги в игру для того, чтобы купить голду, если вы донатите, вы будете ходить и забрасывать эти деньги ради серебра. Ну, как бы, не знаю. Можно использовать голду, можно иногда там поприкалываться, зайти в бой и сыграть целый бой исключительно на голдовых снарядах. Но, ребят, согласитесь, это не на постоянку, и на постоянку играть так не получится. То есть, ну, находясь в постоянном минусе, как бы удовольствие от игры особого получать, навряд ли ты будешь. Ну, не нравится мне это орудие, ребят. Ну, блин, ну, хоть бейте меня ногами по лицу, я не понимаю. Ну, точности нет. Ну, вроде бы свелся, блин, кинул. На базовом орудии я бы 100% сейчас могильщику попал бы в башню. На данном орудии я в башню попасть не могу. Мне приходится откатываться, чёрт знает куда, для того, чтобы сейвиться, пока орудие перезаряжается. Я отхватываю, блин, как только выезжаю, и потом мне надо ещё жить и жить, для того, чтобы перезарядиться. Короче говоря, не знаю. Ребят, простите, я не понимаю, серьёзно. Может, я какой-то тугой там прям совсем, но не знаю. Мне, наверное, этого просто не понять. Так, чё там у нас? АМХ. АМХ решил бежать на тот фланг, понимая, что здесь ему ловить особо нечего. Поехали, попытаемся погоняться за ним. Так. Делают большую ошибку союзники в том, что они не поджимают врагов. То есть, когда вы его уничтожили, подвигайтесь ближе к респу и встречайте на респе. Если вы на респе будете встречать, соответственно, ваши шансы на победу, они существенно больше. И урона вы нанесёте гораздо больше. Потому что вот вы на респе, как только кто-то появляется, вы в него сразу откидываете. Особенно, если вы станете за ним, то есть, изначально сзади будете стоять, то, соответственно, вы сразу можете в корму ему отбрасывать, не дожидаясь того момента, пока он там раздуплится и начнёт отбрасывать в вас. Так. Ну, давай. Перезакидывай меня. Поехали. Мне почему-то кажется, что этот бой мы всё равно проиграем. Вот не вижу я, честно говоря, каких-то позитивных перспектив в том, что происходит. Ну, ладно, будем посмотреть. Задача-то какая простая? Сделай всё возможное для того, чтобы победить. Ну, и, соответственно, будь спокоен. И не вини, как минимум, себя в том, что ты проигрываешь. Так. Вот сейчас очень фартово получилось. Блин, ну какой же ты, зараза, унылый в этих боях. Это просто, блин, кошмар какой-то. Не, ребят, это явно не для моей нервной системы. Я вот сейчас, честно говоря, на данной конкретно машине доигрываю бой, вот просто, знаете, ну вот, вот просто, чтобы проиграть. В смысле, проиграть. Доиграть. Не проиграть. Не получаю я удовольствия, вот. Не знаю. Даже ускорю перезарядку, потому что, блин, это реально жесть какая-то. Так, ну что, последний заезд. Слава богу, 210% мощности двигателя плюс 20 км в час. Ну, хоть что-то, потому что, честно говоря, блин, он настолько тугой. Вот почему он не такой тугой, когда ты играешь в обычных боях? Почему в обычных боях ты можешь нормально ездить? Ну, наверное, ответ кроется в том, что все остальные в данном режиме мотаются по карте как угорелые, а ты, блин, такое впечатление, что сел на пьяную улитку и пытаешься на ней куда-то доехать. Так, ну что, поехали. Встретим последнего. Ну вот, пожалуйста. Поехал себе спокойный ЛТГ. Несется по карте, как угорелая, аж асфальт под ним горит. Ну, приятно. Приятно же двигаться, но... Ну, вот, теперь его доберут гораздо быстрее, чем я успею перезарядиться. И это все, что у меня получилось сделать. Три фрага. В целом, ну, не знаю, в глобальном масштабе как бы, ну, вроде бы и неплохо. Теперь давайте будем смотреть по результатам победы. Напомню, в первом бою 58 единиц свободки было за 2590 единиц урона. Сейчас 5550 единиц. Чутка больше, чем в предыдущем бою на базовом орудии. Теперь давайте смотреть на результат по свободке. 962. Это с учетом према, ребят. Это с учетом того, что у меня бустер включен, самый жирный. Короче говоря, я вам скажу так. Вот смотрите. Мне дали за меньшее количество наносенного урона на базовом орудии 1071. А на топовом орудии за 5550 962 единицы. И это, ребят, с учетом того, что играть еще и вообще невозможно на этом орудии нормально в возрождении. Вот прям совсем невозможно. Поэтому, ребят, простите, но я остаюсь при своем мнении по поводу того, что топовая пушка для фронтенштанка подходит все-таки куда лучше, чем, простите, базовая пушка подходит гораздо лучше фронтенштанку, чем топовое орудие. По той причине, что за время жизни фронтенштанка в бою вы на топовом орудии с большей альфой, но с большим КД нанесете меньше урона. То есть, группа говоря, если вы зайдете в характеристики машины и посмотрите на орудие, еще раз объясню, на чем я основываю свою позицию. Смотрите, базовое орудие, устанавливаю его и мы смотрим. 310 единиц за 10,5 секунд. Давайте для ровного счета за 10 секунд 310 единиц. Будем говорить 300, да, там. Окей. И топовое орудие 460 единиц. Там было 310 уменьшили на 10 и здесь, короче, 150 разница. Но разница в КД в процентном соотношении такая, что за 20 секунд боя, грубо говоря, там, за 21 секунду боя, вы сможете 2 раза выстрелить базовым орудием вот 21 секунда, да. 2 раза вы шотнули 620 единиц. За 20 секунд боя вы шотнули, находитесь еще на перезарядке и 460 единиц. Таким образом, получается, что реализовать ДПМ, хотя здесь, но он даже меньше показан, реализовать просто, элементарно, реализовать ДПМ на базовом орудии проще и реальнее, чем реализовать ДПМ на топовом орудии. Я не говорю про те бои, когда вы приедете к какому-нибудь, там, я не знаю, спящему противнику и будете его в корму разбирать. И то, ребят, пока вы будете перезаряжаться, приедут ваши союзники и вам в этом помогут. Соответственно, вы не доберете свой урон. Но это мое мнение, ну и, честно говоря, пушечка куда точнее. Если вы все же со мной не согласны, ну, ребят, не обижайтесь, пишите об этом в комментариях, я стараюсь отвечать абсолютно всем. Ну, а кому нравятся мои видео и честные обзоры, пожалуйста, подписывайтесь на канал по желтому шильдику в правом нижнем углу. Я вам буду безумно благодарен. Давайте будем дружить и играть в танки, веселиться и фаниться вместе. Всех благ, всего хорошего вам, мира и спокойствия. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!